Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя, Перри Стоуна. Сегодня я поделюсь с вами потрясающим посланием. Я назвал это послание «Исполнение предзнаменований об Израиле». Последние родовые муки Мессии, исполнившиеся предвестия и последние муки Мессии. Сейчас я прочту вам парочку стихов из седьмой главы книги Второзакония. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов». Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, но потому, что любит вас Господь и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся от Сам. А сейчас я сделаю одно утверждение, которое является фундаментом данного учения. Израиль имеет отношение к возвращению Христа. Мы узнаем, что мы будем жить в конце времен или же последних дней, видя то, как исполняются знамения. Я дам вам четыре термина, которые используют учителя пророки и которые имеют отношение к исполнению пророчеств. Первый термин — это знамения времени. Они указывают на исполнение того, что было предсказано и произнесено в Святой Библии. Второй термин использует мой друг и писатель Джонатан Канн. Это предвестник. Предвестник объявляет или указывает на приближение личности или события. Третье слово — это предзнаменование. Я буду использовать его. Предзнаменование — это необычное явление, которое указывает на исполнение предсказанного. Возможно, вы слышали слово «предвестие». «Предвестие» — это событие предостережения о чем-то добром или злом, и эти термины отличаются по смыслам. Факт состоит в том, что Бог использует знамения в обоих заветах для предсказания будущего. Я разделил их на четыре категории. Первое — это знаки, организованные людьми, которые развязывают войны, преследуют других, поклоняются идолам и ходят к колдунам. Они не подозревают, что их злодеяния — это знаки. Когда начинается война или преследование, то язычникам, которые учиняют все это, невдомек, что их дела — это исполнение библейского пророчества. Во-вторых, есть природные знаки. Это голод, мор, землетрясение и цунами. Одни из них происходят из-за обстоятельств, а другие — сезоны. Знаки конца времен перечислены в 24 главе Евангелия от Матфея и в других местах. В Новом Завете нет слова «цунами», но там есть слова о шуме и рокоте морских волн. Греческое слово «шум» означает «звук, приходящий из океана». Нам доподлинно известно то, что он возникает в результате цунами. Гулкий звук, приходящий из океана. В-третьих, есть космические знаки, приходящие с неба. Это астероиды и кометы. Христос сказал, и будут знамения в Солнце и Луне и звездах. Ну и в конце концов, есть знаки, имеющие отношение к возвращению Бога и к стране Израиль. То, что Израиль существует сейчас, для меня является обоснованием бытия Бога. За 1700 лет до разрушения храма и до возрождения Израиля, евреи испытали 80 гонений в Европе. Одно гонение каждый 21 год. Их преследовали в Англии, Франции и в 78 других странах. Единственное объяснение 80 гонений на евреев — это ненависть сатаны и дьявола к этой синицкой группе. К сожалению, руководители разных государств пытались уничтожить евреев последние 1700 лет. На самом деле, это 2500 лет. При этом происходит странное. Вернемся в эпоху, где фараон гнался за ними по морю. Что сделал Бог ради избранного народа? Ангел смерти прошел пожилым кварталом, и евреи спаслись. Так Бог подарил им ежегодный праздник — Пасху. В другом случае у них не было времени испечь хлеб, они забрали по квашне в дорогу, Бог подарил им праздник опресноков. Они поклонялись золотому тельцу. Из-за этого многие умерли, но Моисей молился за евреев, и возник праздник Пятидесятницы. Вы знаете, что Аман подстрекнул царя строить виселицы и казнить на них евреев? Его и десять сыновей лишили жизни, вздернув на их же виселицах. Из истории о Есфире родился иудейский праздник Пурим. Антиох-Эпифан осквернел храм, принеся в жертву свинью. История о Хануке — это не просто история, а праздник, который евреи отмечают из года в год. Они празднуют благополученное имя, когда враг хотел их убить. Также был Холокост, когда погибло шесть миллионов евреев. Однако все закончилось восстановлением страны. Возродилось государство Израиль. Евреи получили родину на территории Палестины. В 1967 году была шестидневная война. Израиль обескровил врага, и война шла всего шесть дней. Чем же кончилась война? Объединением города и Иерусалима. Антихрист поднимется в конце и предпримет последнюю попытку уничтожить Израиль и евреев. Согласно книге Захарии и Откровению, дело закончится возвращением мессии евреев для тысячелетнего правления. Древний Израиль вступил в заветные отношения с Богом через их отца Авраама. По этому завету Бог защищал их от врагов. Это цитата из Бытия. «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Задумайтесь об этом. Все надсмотрщики в Египте со своими кнутами и повинностями не смогли сломить евреев и свести их в могилу. Фараон на Красном море не остановил их и не уничтожил. Раскаленная печь в Вавилоне и львиный ров не смогли поглотить их. Веселицы Амана не стали причиной их смерти. Камни легионов и мечи римских полков не стерли их с лица земли. Газовые камеры нацистов не истребили их. Они выжили в холодных регионах царской России. Армии арабских стран не победили еврейский народ. Причина этого кроется в Израиле, земле библейских пророчеств. «Христос вернется в Израиль, чтобы правиться». Иерусалим — это святой город. Он будет городом всех народов в тысячелетнем царстве. Подумайте о Мессии. Он Мессия не только Израиля, но и всего мира. Его пригвоздили, погребли, запечатали, но Он воскрес. Я говорю это независимо от того, верится вы в это или нет. Израиль и евреи важны для всех пророчеств о конце времен. Почему проповедники, пребывающие в служении, похожем на мое, подчеркивают важность Израиля, Иерусалима и евреев? Почему мы подчеркиваем факт о проповеди вести язычникам до конца мира, после чего будет конец? Нужно знать следующее. Согласно Писанию, Израиль возродится как нация до возвращения Иисуса Христа. Это произошло. Иерусалим станет его столицей под властью евреев, когда Мессия Иисус вернется. Это началось с 50 с лишним лет назад. Также евреи вернутся с четырех концов света в Израиль до возвращения Мессии. Это началось в 90-е годы. Скоро мы поговорим о 1948 году. О чем мы будем говорить с вами? Мы послушаем несколько предзнаменований, которые сбылись и тем самым доказали существование Израиля. Они стали доводом в пользу пророчеств о конце времени или знаков перед приходом Господа. Ну что ж, начнем учение. Первое предзнаменование было о почти полном исчезновении Израиля до того, как евреи вернутся в родные места. Послушаем Библию. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот очень сухие кости на поле». Он сказал, «Человек, оживут ли кости сии?» Я сказал, «Господи Боже, ты знаешь это». Это книга Иезекииля. Прочитайте всю главу с этим пророчеством. 37 глава. Это пророчество о долине сухих костей. Оно говорит о мертвых жителях Израиля. Евреи здесь — это рассыпавшиеся кости. Внезапно появляется Бог, дует на кости, и кости соединяются друг с другом, покрываются плотью и кожей и оживают. В конце 80-х я был на собрании тех, кто выжил в Холокосте. Папа ездил туда со мной. Мы пели и ликовали. Наверное, старики думали, что это шаббат. Они танцевали вместе с нами. Как хорошо. Папа увидел номера на руках женщин и спросил о них. Женщины сказали, «Мы выжили после Холокоста». Через это Бог подтвердил мне верность пророчества из этой главы Иезекииля. Я закричал тогда. Иезекииля 37. Она согласилась и сказала на иврите «Мы, эти кости». Люди аплодировали, кричали и радовались. Это был великий момент, ведь мы смотрели на тех, кто был частью этого пророчества. Но когда-то все люди считали, что их нет в живых. С 1939 по 1945 нацисты убили 6 миллионов евреев. Полтора миллиона из них — это дети. Две трети всех евреев Европы были уничтожены. Подумайте о том, что я сказал. А далее откройте 13 главу книги Захария. «Тут сказано, и будет на всей земле, говорит Господь. Две части на ней будут истреблены, а третья останется. И введу эту третью часть в огонь и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое. И я услышу их и скажу, «Это Мой народ». И они скажут, «Господь, Бог мой». Это примечательный стих, потому что, согласно этому пророчеству, треть евреев пойдет в огонь. Треть евреев выжила в Холокосте. Шесть миллионов евреев Европы были убиты. Этот стих исполнился в рамках концлагеря «Холокост». Бог знал об этом ужасе. Также Бог знал, Он возродит Израиль. Израиль возродится, как страна за день. Давайте прочитаем знаменитое пророчество из 66 главы Исаии. «Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели наступили боли ее, разрешила сын. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих. «Доведу ли я до родов и не дам родить?» говорит Господь. В этом стихе сказано о том, что нам известно. Израиль возродился за день. После страшного Холокоста ООН проголосовала за разделение Палестин. Это произошло 12 ноября 1947 года. Это было 16 кислева. В ночь с 14 на 15 мая Давид Бен-Гурион торжественно объявил о возрождении государства Израиль. 14 мая 1948 года стал благословенным днем, когда произошло это событие мирового масштаба. Мы знаем о том, что это было объявлено перед Организацией Объединенных Наций. После этого объявления мы с вами видим, что 14 мая Бен-Гурион заявил о возрождении Великой Нации Израиля. Здесь есть одна удивительная особенность. Давайте мысленно прочертим линию времени от Адама до Авраама. Говоря о времени Авраама, я имею в виду второй год после потопа, согласно родословной в бытии. Это период в 1948 лет. От рождения второго Адама Иисуса до даты возрождения Израиля прошло 1948 лет. Это удивительное сходство. Третье предвестие связано не только с Израилем, рожденным за день. Сейчас я говорю о воссоединившемся Израиле. Если вы прочли Ветхий Завет, то вы знаете о разделении, виновником которого стал Раваам. После трагического разделения из десяти колен евреев образовалось Северное Царство. Вениамин и Иуда стали Южным Царством и остались верны Богу. Что предсказал Иезекиэль о возвращении Израиля в видение костях? Сами откройте 37 главу и посмотрите. «Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства». Большее царство из десяти колен и меньшее царство из племени Вениамина и Иуды были двумя нациями, разделившимися на Северное и Южное. Ассирийцы завоевали десять племен на севере Израиля. Они рассеяли их среди языческих народов. Однако в Библии есть пророчество. В конце концов, одна нация будет возрождена, и впредь не будет двух царств и стран. В 1948 году Израиль стал единым государством на глазах всего мира. Он больше не делился на север и юг. Теперь это нация Израиля. В Израиле есть большие города. Тель-Авив, Яфа. Там есть прекрасный Иерусалим. Бог благословляет эти города. Итак, четвертое предвестие. Согласно Библии, когда евреи вернутся на родину, они восстановят старые города. Это девятая глава книги Амоса. «И возвращу из плена народ мой из Ираиля, и застроят опустевшие города и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них. И Я водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую Я дал им, говорит Господь, Бог твой». Посмотрите на регионы Израиля, восстановленные после 1948 года. Эти места существовали ранее, но они были маленькими. Эти места упомянуты в Библии. Это старый город или западные города, которые восстановлены. Библия говорит об Иерусалиме 811 раз. Яфа упомянута 4 раза. Самария упомянута в Библии 124 раза. Вифлеем 49 раз. Иерихон упомянут 64 раз. Сиберия – 3 раза. А Вифания – 11. Кана в Галилее упомянута 4 раза. Примечательно то, что все озвученные мною города существуют до сих пор. Их названия важны, потому что города назвали так еще в древние библейские времена. Эти города построили в наше время. Посмотрите на их удивительные снимки. Посмотрите на количество квартир, гостиниц и магазинов. Число жителей растет. Я расскажу интересный факт. Согласно 11 главе от Матфея, в Одни Христа было три больших города. Их не восстановили. Это Вифсаида, Хоразин и Капернаум. И интересно то, что Иисус проклял эти города в книге Матфея. Он проклял эти города, потому что они увидели его чудеса, но не поверили. Поэтому их не отстроили. Сейчас их руины привлекают лишь туристов. В 19 главе Бытия есть пять равнинных городов. Это Содом, Гамора, Адма, Сиваим и Сигор. Бог уничтожил их навсегда. Когда мы читаем о напрасных городах, то слово «напрасный» означает «остолбеневший», «отцепеневший» или «старая территория, где нет жизни, и все пустынно и пусто». Господь Бог преображает территорию, где нет жизни и развития. Он возрождает и развивает ее. Это происходит в Израиле, начиная с 1948 года. Это одно из бывшихся предзнаменований. Также будет возрождение армии Израиля при возвращении Христа. Это возвращает нас к пророчеству о долине сухих костей. Это возрождение Израиля после Холокоста. Это происходит и сейчас. Ну а мы вернемся к Изекиилю. «Я изрек пророчество, как он повелел мне, дух вошел в них, и они ожили, и стали на ноги». Весьма великое полчища. Выражение «они стали на ноги» является идиомою. Оно означает «встать без посторонней помощи и поддержки». Они встают, кости прикрепляются друг к другу. И Изекиил говорит о них, как о великой армии. После Холокоста 600 тысяч евреев вернулись и начали обживать свой край. Люди вернулись в страну. 26 мая 1948 года молодое правительство организовало армию обороны Израиля. Армия обороны Израиля защищает страну во время войн. В армии обязаны служить и мужчины, и женщины. Срок службы в армии Израиля — два года. Она защищала страну в 1948 году, в 1956, в 1967, в 1973 и в 1981. Армия участвовала в войнах с Хамасом и Хизбалой. Противники всегда превосходили армию Израиля по численности, за исключением двух последних случаев с враждебными Израилю организациями — Хамас и Хизбалла. Но Израиль победил в этих войнах и продолжает побеждать. Порой Израиль надувает своих недругов и противников. Однажды США сообщили о приближении военного корабля Египта к порту Израиля. У евреев был обычный корабль без орудий. Они сделали пушки и ракеты из Папье-Маше. Когда показались египтяне, евреи сообщили, «У нас есть новый боевой корабль, и вы взлетите на воздух». Увидев такой корабль, египтяне сдались. Разумеется, проигравшим не нравится рассказывать о таких случаях. «Евреи выиграли много битв чудесным образом, потому что им помогал Господь». Вы можете продолжить этот список чудес. Кстати, для вас я приготовил напоследок рассказ, от которого у вас снесет башню. Не переключайтесь и следите за событиями. Еще одно учение Библии — это учение о всемирном противостоянии. Захарию похоронили на Оливковой горе. И вот что он написал. Я хочу прочитать вам из 12 главы этой замечательной книги пророка Захарии. Пожалуйста, послушайте. «Вот, я сделаю Иерусалим, чашу иступления, для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалим. Я сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, кто поднимут его, надорвут себя. На него соберутся все». Я поделюсь с вами одной интересной мыслью. Здесь на еврите стоит фраза «чаша трепета». Обратите внимание на то, что в Таргуме сказано о сосуде с хмельным напитком. То есть народы будут опьянены мыслью о власти над Иерусалимом. Осада Иерусалима распространится на Оливковую гору Вифлеем, Иерихон, Хеврон и Беаршебу. Это западный берег. Это регион Иудеи. Я повторю эти города. Вифлеем, Иерихон, Хеврон и Беаршеба. Это древняя территория Иудеи. Все эти города будут частью места, где прольется «чаша трепета». Иерусалим будет центром всех событий. Мы живем в важные времена. Мы — поколение Откровения. Не прячьтесь в духовной тьме, но поймите эти пророческие времена. Расскажите другим о приходе последних дней. Перри Стоун и Билл Клауд оперативно записали обновленное пророческое учение, которое уже в продаже. Вот проповеди Перри. Еврейский пророческий код, скрытый в семи притчах о царстве. И Америка как центр новой социальной революции. Новый 70-летний пророческий цикл и знаки конца времен. Исполнившиеся пророчества об израильских дарованиях. Америка в кризисе. Знак пожаров, секиры и дерева. Также вы найдете в комплекте дисков три проповеди Билла Клауда, наполненные мудростью. Тема проповедей. Начало скорбей, когда Бог скрывает свое лицо. И битва за Америку. Чтобы получить компакт-диски, сделайте запрос товара под номером, указанным на экране. Пожертвуйте 60 или более долларов. Чтобы получить DVD, сделайте запрос товара под номером, указанным на экране. Пожертвуйте 80 или более долларов. Дорогие телезрители, посетите наш сайт или позвоните по номеру, который указан на экране. Пожалуйста, не забудьте записать наш телефонный номер. Дорогие телезрители, пишите письма на почтовый адрес американского служения Перри Стоуна, который вы видите на экране. В эти дни и времена мы продолжаем видеть, как Бог исполняет свои пророчества из Библии. Поделитесь этими посланиями с близкими. Мы ожидаем ваших отзывов. Все диски и книги представлены в нашем интернет-магазине. Позвоните нам. На той неделе я упоминал о важном. Мы предлагаем диски с пророческой конференции. Важно помнить о том, что когда мы снимаем телевыпуски, мы не хотим создать проблемы с заграничным телестанциям. Поэтому наш монтажер вырезает некоторые фрагменты из наших пророческих конференций. На этих дисках есть информация, о которой нельзя говорить на телевидении. Это подробная и полезная информация. Я рад предложить эти диски. Когда Билл пишет на иврите, то он расшифровывает текст. На записи есть иллюстрации. Пожалуйста, найдите эти диски и услышьте слово. Как правило, мы выставляем график наших поездок по США. Сейчас я не путешествую, как раньше. Дело в том, что сейчас я много пишу и снимаю материал. Я снимаю материал для будущих дисков. Для этого требуется время. Многие годы я делал многое. Раньше я трудился по 15 часов в день. Доктора сказали мне, хватит так жить. Это приносит вред здоровью. Я поменял свой график. Сейчас я пишу пророческую книгу. Я хочу, чтобы вы прочли ее. Я очень сильно тороплюсь, и поэтому я надеюсь, мы выпустим ее на исходе этой весны. Это новое бремя, которое я получил от Святого Духа. Бог открывает впечатляющие вещи. Он откроет еще больше. Если вы смотрите нас на христианском канале, пожалуйста, напишите благодарность каналу за показ нашей передачи. Если вы не успеваете смотреть нас на канале, то смотрите нас на Ютьюбе. У нас выходят обновления три раза в неделю на Ютьюбе. Как я уже говорил ранее, это небольшие послания от пяти до двенадцати минут. Там мы рассказываем все обновления, которые происходят в нашем служении. Также не забудьте о наших конференциях в этом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова